Мои господа, гости и земляки, вас приветствует команда КВН Солнечного Дагестана, этого благодатного края, где на каждом углу вас ждут горы шашлыков, реки вина, где люди умны, добры и интеллигентны. Хотя в первую очередь в глаза бросается доброта. Стоп, 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 это никуда не пойдёт. А то есть кой ты на тебя послушал. Удивлены, да? Это вы тут шутки-прибаутки. А мы здесь не для этого. Мы здесь для того, чтобы сегодня всем своим видом, всем своим поведением показать, что дагестанцы это народ не только добрый, но и серьёзный, мужественный. Гордый? Да. Ведь даже когда жестокий и завоеватель на дыршах пришёл в Дагестан и потребовал дать, дагестанцы ему гордо ответили. Нету. Что, опять шутки, да, ваши? Ну, слушайте, хоть к истории же можно отнестись серьёзно? Ну, вот хотя бы ты. Ну, ещё Наполеон говорил, если я захвачу Петербург, я схвачу Россию за голову. Если я захвачу Москву, я схвачу Россию за сердце. А если бы он захватил Кавказ? Слушай, думай потом, говори. Вообще вы какие-то несерьёзные. Посмотрите, какие уважаемые люди интересовались Дагестаном. Вот это Наполеон, это над дыршах, вот это вот. Ломоносов. Да, вот что сказал Ломоносов? Ломоносов говорил, что богатство России будет приростать Сибирью. Надо только, чтобы в это время кто-то отвлекал Кавказ. Слушайте, и вы тоже идёте на поводу вот этого стереотипа, да? Что дагестанцы там кровожадный народ такой, да, чуть что хватается за кинжал. Вы думаете, мы такие? А мы не такие, да? Да. Специально проводили научный эксперимент. В глубокий водоём сбросили 10 дагестанцев. Туда же бросили кинжал и спасательный круг. Ни один не схватился за кинжал. Все ухватили за спасательный круг. Патологически мирный народ. Да. Вот за это нас и уважают. И не только в нашем регионе, но и за его пределами. Да, вот в Москве, например, милиция обязательно подойдёт именно к нам. В фамилию спросит. Адр запишет, к себе отвезёт. Да. Потому что мы настоящие российские патриоты. А как это? А вот так вот, пока вся страна изучает там английский, французский, португальский. Да, немножко. Мы уже 300 лет изучаем русский. И наметились уже первые успехи. Да хватит вам о политике. И давайте лучше вспомним о родных, о семьях, о этих. Ну, как их? О жёнах. Молодец. На Капкаде люди есть, жёны надеваются. Их сначала украдут, а потом влюбляются. И свою жену порой мы крадём по 8 раз. Клиптомания у нас. Но такая вот западь, тёщу тоже нужно крать. А то обижается. Кстати, о жёнах. В Дагестане был древний такой, но очень красивый обычай. Первую брачную ночь читать газету. Но не прижился. Я-мая, я-мая, я-мая. Я-мая, я-мая, я-мая. Извините, ребят, задумался Интересно, а что думают о Дагестане наши соседи? Я зато люблю Ивана, что приехал в Дагестан А зовут его Ахмед, лучше Мавовани нет Дагестанцы, дагестанцы, любят песни, любят танцы Потому что дагестанцам нету ритмы, кроме танца Да, Дагестан искренне славился своими танцорами, певцами, этими... Поэтами! Точно, да! Спасибо! Подражание Байрону! Вак! Вак Хадирвадсник Огутурзаман Батяна! Слушайте, ничего же не понятно Вот, вот и Байрона при жизни не понимали Вот по этому поводу у меня родился тост Один очень научный журнал Наука и жизнь Не исключено Опубликовал фотографии представителей всех народов Дагестана И предложил приз А-а-а, сто тысяч долларов? Ну, весьма вероятно, да Тому, кто найдет десять различий Но никто в Дагестане не откликнулся на это заманчивое предложение Ахай, а как же деньги? Мальчишки, кому нужны такие деньги, из-за которых нам придется искать различия между собой? Вечер опустился Но завтра же с утра Снова повторится Все та же суета Мы штурмуем горы Мы рвемся в облака О сердцах, о своих Позабыть слегка Стоп, стоп, люди Остановите этот рик Стоп, стоп, люди Займитесь чем-нибудь другим Хватит всем Солнца, неба и земли Чтобы жить в покое мире и любви Стоп, стоп, люди Поверьте, даже так нельзя Стоп, стоп, люди Звернитесь в речном углотам Чтоб забыть О суетеей, в скорой молвы Чтобы жить в покое мире и любви Играет музыка Ох, отнятизь» Спорт, стоп!